Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак 2, Убийца Королей. Я, мой друг Посол и мой меч, ищем выход из этого замечательного места. Поскольку Посол Нильфгарда у нас та еще крыса, я думаю мы идем правильно и путь канализации это наш путь или же или же нет а похоже нет ладно давайте поднимемся наверх это обычная камера, так да там выхода нету, это просто пыточная что здесь нифига нет тут все завалено блин я не могу с ним идти быстрее прошиво и карты нет нормальной значит придется возвращаться в катакомбы я думал что я неправильно найду, но похоже я ошибался левый коридор о смотри, ты начал говорить это здорово одно неверное движение и ваш посол будет больше не увидят Нильфгардского солнышка мои люди не выпустят тебя живым но ты можешь об этом попросить посол я верю что ты попросишь Ренуальд Айп Матсон получил приказ от самого императора он скорее умрет чем отдаст тебе Мерегольд пускай умирает это ты, ты умрешь но если ты меня выпустишь еще не поздно ты что дурак какой ты нудный шевелись на что с дороги все иначе старик умрет не с места я не шучу я знаю не трать время зря убей его сразу мы отсюда не уйдем Ренуальд тот кто принесет мне голову ведьмака получит орден за заслуги ух ты но посол Фитц Эстерлен ваше превосходительство приказ из столицы ох ты твою мать да это проблема это проблема чего ждете взять его ох 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 блядь 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 скил Так Тут какой-то сундук Ориенцы Че там Сукно, вроде бы, да? Ничего полезного, к сожалению Но мне туда не надо Ворота закрыты, должен быть другой путь А, вон оно че Тогда мне как раз сюда и надо Вон оно че Ну за императора Император Блин, как вы тупо подыхаете, а? Это же глупо, ребятки Ты правда думал, что сможешь здесь просто пройти? Во славу императора Убейте его Так, так, так За императора Бежит армии императора Неисчислимы Ну я вам Приговорил уже четверых Занильфярт Да нефярт Ставам фяртый, нарт Ставам фяртый, нарт Пин, нофлик ты ко мне спрыгнешь или мне к тебе подойти картики мечи поздравляю ведьмак это были мои лучшие люди я знаю хреново ты их подбирал они не были готовы к такому противнику если не хочешь кончить как они освободить рис ты меня удивляешь как можно рисковать жизнью ради ведьмы она не просто ведьма она моя ведьма допустим она мне близко я так и думал ты ее любишь иначе бы так не рисковал но ты мало о ней знаешь о чем ты моя подруга и остальные ведьмы устроили заговор против ваших королей откуда ты знаешь из самого верного источника от нее самой как вы увидели ее сознаться показали ей признание других членов ложи звучит неубедительно это не важно за время нашей беседы мои люди успели подтянуть подкрепление может хотя бы они будут драться как мужчины о да уверяю тебе да да уверяю тебе дожди Отхватывайте пиратов! Вы позор за империей! Щитники, вперёд! Слабо императором! Да, млянь. Ну, доспехи возьмём и посмотрим, что там за доспехи, собственно. Ого! Неплохие! Беру. Прямо сразу беру. Хоть они... Не легендарные... Но, блин, если сюда ставить два камушка, они будут лучше, чем мои. Поэтому я оставлю вот этот. Сейчас посмотрим, что у меня тут за накладки оставались. Угу. Ну вот, давай. Раз. Ну и на броню. Ну... Нормально. 27. Да, пускай немножко по броне не хуже, но... Так. Левел. Пять процентов убийства с одного удара? Сходу мне сюда. Сберу эти мечи. Хотя не, мечи лучше не брать, они много весят. Превосходные нильфгардские сапоги. Пять, два, два, два. У меня такие же. Так, а это что за сундук? Орины. Орины. Это все, что есть в лагере, что ли? Фу, позорище. Драт, во, кожа. Ну вот, кожу надо брать. Потому как кожа мне нужна. А, во, там еще какая-то палатка, и там сундучки должны быть. Превосходные перчатки. Это все, что ли? Не надо. Тогда ладно. Двигаем дальше. Трис Мерри говорит. Геральт? Привет, лапочка. Ты меня не ждала? Ты шутишь? В Нильфгардском подземелье в гости заходят только палачи. Тебя пытали? Разное было. Я ничего им не сказала. Я прошу полсвета, чтобы снова тебя увидеть. Я знаю, чего тебе это стоило. И никогда этого не забуду. Слышишь? Никогда. Почему ты не позвала на помощь своих подруг из ложе? Откуда ты знаешь о ложе? Просто знаю. Послушай, Трис. События в Лукмуине сейчас развиваются очень быстро. То, что я здесь, означает, что я не стал помогать Йорвиту. Я оставил Саскию в беде. Ты выбрал меня. Да, шутика. Тогда я прорвался в лагерь Нильфгарда, чтобы узнать, почему ты меня обманывала. Я тебя не обманывала. Я знаю о существовании ложе. Знаю, что ложе стоит за убийством Димовенда. Знаю, что Трис Мерри Гольд входит в ложу. Это не так. И где я, по-твоему, ошибаюсь? Ага. Двенадцать женщин очень редко могут договориться. Проблема заключалась в том, что... В чем? Я была с тобой. А если Шаала и боится кого-нибудь, то только Геральта из Ривии. Ложе хотело меня убедить, что наша близость им на руку. Они манипулировали мной. Через меня они подсовывали тебе тщательно подобранные сведения. Искажали факты так, как им было нужно. Вы все еще близки, а они по-прежнему могут это делать. Ладно. Тогда Филиппа решила основать новую организацию. На этот раз тайную. Когда меня приняли в нее, мне и в голову не пришло, что совсем скоро планы ложи будут скрыты даже от ее членов. Как ты знаешь, Филиппа на мелочи не разменивается. И вот она решила, что ей нужно сильное государство под контролем чародеек. Ни хера себе. Неудивительно, что короли так не любят чародеек. Заговорщики не нужны никому. Энтузиазма Филиппе и Шиале всегда хватало. А чтобы управлять мощным государством, сначала надо было его создать. Найти богатый край, соответствующую политическую систему и кандидата во владыки, которым можно манипулировать. Шиала выбрала долину Понтера. Димовенда и Стенниса. Димовенд ненавидел чародеев. Не меньше, чем Хенсельд или Родовид. Шиала с Филиппой решили, что Димовенд – самый слабый властитель. Его сын Стеннис болтается, как знамя на ветру. И потом, кто контролирует долину Понтера, тот владеет севером. И не забывай, что именно в Эдирне появилась предводительница бунтовщиков. Она первая начала говорить о новом государстве. На одном из собраний я прямо спросила, как они собираются свергать Димовенда. Это была последняя встреча, на которую меня пригласили. После смерти Димовенда у меня появились подозрения. Но не было никаких доказательств. Филиппа постаралась от меня отделаться. Когда ты ушел на встречу с Йорвитом, а Шиала занималась останками Кейрона, мне удалось изучить ее мегаскоп. Тогда же я и узнала, что Шиала ведет дела с летом. Почему ты мне об этом не сказала? Я хотела, но мы с тех пор не виделись. Должно быть, когда я вошла в комнату Шиалы, Лето следил за мной. Он заставил меня телепортировать нас обоих к Вергену. Ты с ним говорила? Да, и он не хотел мне зла. Уже в Вергене он сказал, что это Шиала заказала им убийство Димовенда. Ведьмакам из школы ЗМИ. Вместе с Шиалой они подготовили покушение. Интересно, зачем он тебе об этом рассказал? Это важно? Мне не нравится, когда заговорщики вдруг начинают откровенничать. Телепортация в Эйдирн прошла не слишком удачно. Меня сильно потрепало. Я встретил тролля, который в тебя влюбился. Он спас меня. Перевязал мне раны, но потом начал обращаться со мной как с канарейкой в клетке. И я убежала. Я знала, что Филиппа где-то рядом. Я решила пойти к ней и раскрыть карты. Возможно, Лето этого и добивался. В ее доме я застала только какую-то женщину. Я подумала, что это служанка или любовница Филиппы. Но едва я успела открыть рот, как меня парализовало заклинанием. Я не ожидала атаки. Я не могу описать боль во время компрессии. Как будто тебе ломают все кости. Но хуже всего возвращаться в нормальный облик. Филиппа даже не догадывалась, что ее подружка шпионит на Нильфгард. Так я оказалась в Локмуине. Но расколдовала меня Асире перед тем, как ее убили. Потом Шиллерд допрашивал меня, но ничего не узнал. Если бы не ты, меня бы четвертовали. В подземелье я соединила все детали головоломки в одно целое. Теперь ты знаешь все. Саския знала о планах Ложи? Она даже не знала о ее существовании. Она поверила в сказку Филиппы, что чародейки бескорыстно поддержат независимое государство в долине Понтера. Саския получила поддержку народа. А Филиппа — поддержку Саскии. Своими чарами Филиппа лишила Саски воли. Этого следовало ожидать. Филиппа любит, когда все под контролем. Она просчиталась, приехав в Локмуине. Родовит бросил ее в подземелье и приказал ослепить. Не может быть. Что значит не может быть? Я был при этом. Ха, не может быть. Сочувствует еще, сучка? Кто в таком случае заказал убийство Фольтеста? Понятия не имею. Может, после удачного покушения на Димовенда, Шаала с Филиппой решили пойти еще дальше? Вряд ли. Смерть Димовенда открыла путь к власти над долиной Понтера. Через год люди бы забыли про это убийство, а ложа продолжила бы воплощать свои замыслы. А вот убивая Фольтеста, они должны были понимать, что люди вроде Раши не успокоятся, пока не узнают правды. Одно я знаю точно. Фольтеста убил Лето. И Шаала с ним в сговоре. Ты поняла, что делала Шаала во Флотзаме? Сомневаюсь, что она ездила туда только за ингредиентами. Конечно, нет. Тут должна быть какая-то связь с Лето и с Каетаэлеми. Чего она хотела от Йорвита? С Каетаэлеми — это главный козырь Саски. Подозреваю, что Шаала собиралась заручиться поддержкой белок на случай войны с Хенсельтом. Ну, в принципе, это логично. Ну, пока вопросов достаточно. На переговорах мы узнаем гораздо больше. Ты собираешься там присутствовать? Но ты же потерял память. А значит, не представляешь, как выглядел мир до резни на Танаде? Представляю. Ты хочешь сказать? О моей памяти поговорим позже. Ну, хорошо. При Совете и Капитуле до убийств королей дело бы не дошло. Не было бы таких погромов. Сейчас у нас есть шанс воскресить эти организации. И его нельзя упустить. Нормальные отношения между властью и магами-советниками — это единственный шанс на мир. И конец для ложи. Ложи и так конец. Но если королева знает, что за убийствами стояла ложа, начнется охота на ведьм. И мы можем этому помешать. Я хочу наказать виновных, но я против коллективной ответственности. Поэтому я пойду туда и расскажу все, что знаю о преступлениях Филиппы Эльхард и Шаалды Детонсервиль. Идем. Ладно. Так, что тут есть? Судя по всему, ничего. Ладно. Тогда самое время управляться на совет. Ну, Геральт, ты в своем репертуаре. Ну, прости. Они всем слепо верили своему командиру. И ты убил всех. Да. Это не был несчастный случай. Орины. Ну, ладно. Одно дело, можно сказать, закрыли. Ладно, ладно. Хорошо. Так, ого. Сразу новый леверн дали. Даже два. Это все, в принципе. Я думаю, это одна из последних прокачек. Ничего особенного. Да, возможно, я не выполнил кучу побочных заданий, которые пипец как интересны, но все-таки... Истинно говорю вам! Что-то этот фриз меня испугал. Что, спешишь на переговоры? Саске уже говорила? Из-за этой мандовушки у мужиков в голове одна свобода. Весь Айдирн объят пламенем. Холопы режут дворян. Они хотели свободы для Вергена. Свободный Верген? Да идите вы все к дьяволу! Ясно. Так, новое воспоминание. Свобода. Какое слово? Волшебное слово. Оно поднимает народа на борьбу. С криком «Свобода» творят чудеса. Стеннис влил яд в устав, в которых призыв к свободе больше всего походил на правду. И просчитался. В Айдирне нет короля. Править некому. Зато есть голод, болезнь и грабитель и нищета. Хорошо сражаться за свободу. Но потом все равно приходится выбирать властителя. Впрочем, свободные люди счастливы. Даже голодные. Ну да. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода и в нее нет входа. Поехали, трес. Наконец-то. У нас мало времени. Чтобы решить эту головоломку? Сначала еще надо пройти мимо стражи. Это я беру на себя. Будь осторожен. Что значит будь осторожен? Трис, я перерезал вообще-то весь лагерь нельфгардцев. Ты вообще о чем? Убийца короля! Черт его! Да что такое это? Эу, пацаны. Я смотрю, ты уже разобрался со стражей. Угу. Мы не смогли договориться. Путь свободен? Мы можем идти? Да. Да, идем. Наконец-то все выяснится. Нравится тебе это или нет, Ян Наталис? Тимирия будет разделена для ее же блага. Для блага всего Севера. Объединенные силы Каэдвена и Редании остановят междоусобицу и гарантируют мир от Горсвелена до Эландера. Сейчас Тимирия все больше напоминает долину Понтера. Которая, как я понимаю, в настоящее время находится под властью Айдирна? Ты ошибаешься, Родовид. Верген свободен. Свободен? Как прикажете это понимать? Нижняя Мархия больше не принадлежит Каэдвену и не входит в Верхний Айдирн. Принц Стеннис низложен. Как я слышал. А также мы нанесли сокрушительное поражение армии короля Хенсельта. Твои отряды, милая девушка, собраны из крестьян-бунтовщиков и разбойников-эльфов. Рано или поздно они должны будут принести кому-то присягу или будут разбиты. Народ долины Понтера принесет присягу мне, королеве Саскии. Как суверенное государство мы высказываемся за созыв Капитула и Совета. Ты девушка из простого народа. Единственная корона, какую ты достойна носить, это венок из пылевых цветов. Редания не признает такой коронации. В таком случае тебе придется выбирать, король Родовит. Совершишь ли ты раздел Тимерии или выступишь в поход на Нижнюю Мархию? Король Хенсельт, правитель Каэдвена, последний из рода единорога, поклялся признать долину Понтера независимым королевством. Филиппа Эйльхарт была тому свидетелем. Ай-яй-яй. Филиппа Эйльхарт обвиняется в государственной измене и сейчас ждет суда в моем подземелье. Она была узницей в твоем подземелье, Родовит. Но теперь ее там нет. Она сядет рядом со мной в Вергене, как королевская советница. А вот и виновники торжества. Документ, определяющий права и обязанности Совета и Капитула, является, как мы установили, точной копией статута, найденного в развалинах на острове Танет. Важнейший вопрос. Назначение Капитулом королевских советников. Сейчас при многих дворах состоят случайно выбранные маги и чародейки. Однако во времена прежнего Капитула на эти должности назначались специально отобранные люди. Может, мы сами назначим советников? На этих людях лежит огромная ответственность, Ваше Величество. Капитул хочет быть уверен, что советниками станут компетентные лица. Которые смогут позаботиться об интересах Капитула. Разумеется. А основным интересом Капитула является благо королевств Севера. Документ подписан теми, кто войдет в Капитул, и теми, кого мы предлагаем в качестве советников. Не достает только подписи Шиалы де Тансервиль. Без королевских печатей вы сможете назначать советников разве что пастухам. Вы правы, Ваше Величество. Шиала де Тансервиль не имеет права подписывать этот документ. Рис Меригольд, ты все же приехала. На руках у Тансервиль кровь королей. Она не может заседать в Капитуле. Это ложь. У тебя есть что-нибудь в доказательство твоих слов, Меригольд? Есть свидетели, которые подтвердят, что Шиала де Тансервиль стоит за убийством Димовенда и Фольтеста. Представители будущего Совета и Капитула. Шиалу де Тансервиль следует арестовать и пытать. Если слова Трис Меригольд подтвердятся, то госпожа Тансервиль будет приговорена к смерти. Орден Пылающей Розы. Шиала де Тансервиль, пока обвинения Трис Меригольд не будут сняты, ты не можешь заседать в Капитуле. Арестуйте ее. Вы не знаете всей правды. Меригольд не знает, что говорит. Ну твою дивизию, а? Продолжение следует... Гераль, это ловушка! Магия тут не поможет! Я не смогу нас отсюда вытащить! Ты должен поймать Шиалу! Ведьмак, вернись, пожалуйста. Меня не остановишь ни ты, ни кто-либо другой. Нельзя сохраняться! Если придется, я убью тебя! Интересно, сколько привища? Но, как тебе мой дрэфон? Блядь! Офигенно! Сайс Энтесис! Убей его, наконец! Ты опоздал. Я стабилизировала телепорт. Тебе некуда бежать. Рано или поздно тебя найдут. Я предпочту уйти на своих условиях. Где Лето? Сайс Энтесис им скоро займется. Им и всеми идиотами, которые спят и видят, как бы сжечь чародейку. Сайс Энтесис это дракон? Я не знаю. Я сама ищу его после убийства Фольтеста. Лето обманул всех. Мы купились на его туповатую мину и тяжелый взгляд. Ты так и не понял? Да, Ложа хотела избавиться от Димовенда. Он был слабым чудным королем. При нем Айдирн постепенно умирал. Его надо было убрать. Мы выбрали наименьшее зло. Лето как раз оказался под рукой. А Фольтест и Хенсельд? Мы не имеем к их смерти никакого отношения. После убийства Димовенда... Так Хенсельд жить! Лето использовал золото и нашу поддержку, чтобы связаться с Йорвитом. Эльф должен был укрывать его до тех пор, пока шум вокруг убийства не утихнет. По крайней мере, я на это рассчитывала. Это не ложа убила Фольтеста. Тогда кто? Нильфгард. Лето. Король лжецов и император изменников. Он с самого начала трудился во славу Великого Солнца и Белого Пламени, пляшущего на курганах врагов. Он обманул всех. Меня, Йорвита, твою дурочку Трис. И тебя. У тебя есть доказательства? Только что я получила донесение от агентесы Ложи в Цинтре. Армия Нильфгарда выступила в поход. Как раз сейчас она форсирует Еругу. Ты думаешь, что при нынешних обстоятельствах Север сможет обороняться? Веришь в очередное чудо под Брэнной? Я не знаю. Но довели до этого вы. И вы ответите за все. И никогда вы не смоете пятна предательства. Может так случиться, что никто не выйдет из этого города живым и не узнает, что тут произошло. Филиппа управляет драконом. Когда я исчезну, он превратит город в пылающий склеп. Может быть, мы проиграли битву, но война только начинается. Впрочем, тебя это никак не коснется, ведьмак. Ты умрешь здесь. Прощай. Что-то не так. Бриллиант. Кто-то подменил камень. Этот, Шлизьянов. Меня разорвёт на куски. Герит, вытащи его. Конечно, нет. Бриллиант. Убери бриллиант. Я отдам всё, что у ванна. Пока-пока. Нет. Бедняжка. Сдохла так же, как и жила. Не тот меч. Ой! Ой! Наверх, опять же нельзя сохраняться. Ого, так это тут будет драка. А блин. Продолжение следует. 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 стрелы кто-то отбивался а да закрылись Судя по всему будут зачищать оставшихся свидетелей Других вариантов у меня нет Эпилог Ну да А дракон? Драконица, Саски Она жива Ранена, ослабла от потери крови, но жива Но чары по-прежнему действуют Неважно, покуда Саския жива, есть надежда снять заклятие Кроме того, я не убиваю драконов Это я понимаю Но Филиппа не откажется от такого мощного оружия Трис, пойми Последнее, что мне хотелось бы сделать, это убить одно из самых прекрасных существ Которых я видел в жизни Саския Это воплощение добра Она полная противоположность Эйльхарт и твоим бывшим подружкам Их, только их надо наказывать Ты прав Я хотела просто... Да ладно Я знаю, чего ты хотела И в некотором смысле ты права Но логика и здравый расчёт тут ни при чём Если остаётся хотя бы призрачный шанс расколдовать Саскию Его надо использовать Пойдём отсюда Лето наверняка успел сбежать Он ждёт тебя Ждёт? Да В пустом темерском лагере Пойдём Не будем медлить Так Пожалуй, давайте-ка на этом и завершим сегодняшнюю серию Всем спасибо за просмотр С вами был Марс До новых видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok